Ну что, Mavic куплен, а я себя вроде лучше чувствую. Теперь есть на что снимать. Друзья, хочу вам показать приложение, которое называется DJI GO 4. Заходим в него, и тут есть такая интересная фича. Я ее открыл именно в тот момент, когда потерял дрон. Мне нужно было посмотреть, как я летел и карту, куда я летел и так далее. И только потом я понял, что тут можно смотреть полную статистику по всем своим полетам. Сколько в общем часов вы налетали, сколько метров вы налетали и общее количество полетов. Смотрите, я налетал 16 часов 50 минут, полдня летал, учитывая, что один полет приблизительно 25 минут на одном аккумуляторе. 207 тысяч метров и 111 полетов. Поздравьте меня, у меня, смотрите, какая красивая цифра. А, тут вот показано, что у меня было два дрона. На одном я налетал 7 часов 25 минут, на другом я налетал 9 часов 24 минуты. На одном было 50 полетов, а на другом 61. Тут есть все мои полеты, на самом деле. Вот они, зацените. Я сказал Артиом не двигаться так быстро, но он не волнует. Он летит с дронем, в очень, 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 в районе мы не позволяем, в зоне безопасности. Я имею в виду, он локо, он локо гай. Я имею в виду, локо. Все, что у меня осталось от предыдущего дрона, это пультик. Второй пультик. И я полагаю, то, что тот человек, который забрал дрон, возможно, это была охрана, возможно, это был водитель автобуса на дороге. И в камеру я увидел, что кто-то его сначала пнул вот так вот, да, типа, что происходит? А потом он выключился. Короче говоря, у меня остался только пульт. И я не понимаю, ну, человек, который его забрал, он не сможет его использовать, потому что пульт у меня. Я не знаю, кто ворует дроны, есть ли такие люди. Поэтому, скорее всего, это охрана, потому что я летал там, где нельзя летать. Это все, что осталось у меня от предыдущего моего дрона. Это фотка. Я его поставил на машину, и вот он фотографирует. Перед тем, как полететь, он делает одну фотку. Последняя фотка, которая у меня осталась. Вчера со мной переключилась не очень история позитивная. Я потерял дрон. Я сначала поснимал в центре, там собор кафедральный. Потом я очень хотел поснимать Стеллу. Она называется Стелла Победа. Там наверху богиня Ника. И я поехал туда. И там везде парк и деревья. Получается, если дрон поднял чуть-чуть, надо вбок отлететь на дорогу, подняться и дальше лететь. А там площадь и в разные стороны несколько дорог. Этот парк называется Тиргартен. Заходим в этот раздел. Тут можно еще в разделы зайти, да? Тут показывается карта и показывается, как полет проходил. То есть тут можно нажать play. И вот тут все покажет, да? Все действия, которые я предпринимал, когда летел на дроне. Я приехал на вот эту вот улицу. Это площадь. И я его запустил. Сразу же мне написало, что какая-то ошибка. Меня программа предупреждала, что чувак, ну нафига ты летишь? Уже у тебя 28%, а ты полетел. И вот я полетел, полетел, полетел на этом дроне. Оставалось 30% зарядки. Батарея уже пикала красненьким. Я его поднял, полетел, все снял. Дрон на 10% я начал говорить, что он автоматически сажается на землю. Я начал кое-как его сажать. Я начал сажать не на свою улицу, а на соседнюю. Вот так вот, бамс. Я понял приблизительно, да, как я его посадил, он сел и камера еще работала. Вот с этой вот улицы я вот так вылетел, облетел и туда посадил. Я в камере увидел, что кто-то его взял и понес. И он отключился. Два часа колесил. У всех спрашивал, никто ничего не сказал. Оказалось, я его приземлил рядом со входом в президентский дом. Вот здесь вот находится дворец Бельвю. Типа сейчас это вообще преступление. Нельзя летать на дроне. Чтобы летать на дроне в Европе, ну, везде это практически нельзя, да. И любые полеты, все из 111 моих полетов, я думаю, 100 были незаконными. Если увидишь, что я летаю, штрафанут, могут забрать дрон, могут еще что-то сделать, да. То есть адреналин еще вырабатывается, потому что нужно стрематься от людей, которые могут тебя запретить снимать. Вот поэтому. Я всех сгоношил полицейских, оставил свои координаты. Если они найдут, они, ну, не со мной свяжутся. Но только потом я узнал, что летать нельзя там. Надо покупать новый дрон, новый Мавик. Ну вот, нашел в Apple Store за 1200 евро. Не дешево, ни хрена. А то я в Сингапуре дешевле покупал без таксов. Поэтому я сейчас иду в Apple Store и покупаю новый Мавик. Вон там Apple магазин. Ну что, Мавик куплен. Вот. Я себя вроде лучше чувствую. Теперь есть на что снимать. Это самый оптимальный, крутой вариант, да. Это Мавик Pro. Рабочий, короче, вариант. Не подведет. И меня устраивает полностью качество съемки. Он снимает 4К, снимает, короче, как надо. Вот. Хоть эта игрушка и стоит 100 тысяч рублей, и ее утеря, она сильно бьет по настроению. Но дроны разбиваются, как говорится. Это нормально. С моими 111 полетами заменить всего лишь второй дрон, это даже нереально. Я не знаю. Если вы мне покажете человека, который отлетал больше 100 полетов, и он ни разу не уронил, не разбил или не потерял дрон, я пожму этому человеку руку, потому что это нужно иметь большой опыт. Меня никто не учил летать на дроне. То есть мне никто не объяснял, как это нужно делать. Я сам всему научился, сам купил, сам полетел, сам разобрался. Сейчас я вам покажу. Я тут купил в магазине. Вот прикольную тему. Есть вот такая вот миу-миу мата с джинджером. Он газированный, то есть мата охлажденный, не концентрированный, с добавлением имбиря. Круто. Культик шприцегфришечек. Ну вот так. Я не умею читать по-немецки. Я, возможно, когда-нибудь буду учить, но пока нету надобности. Загрузил мата в мототермос. Попросил налить горячей водички. И сейчас разбадриваюсь. Я пью оригинальный, то есть траву завариваю и пью ее. Ну что по поводу полетов на дроне, могу я сказать. Это круто. Ребят, это просто офигенно. Это одно из моих любимых занятий во время съемки. Вырабатываются очень крутые эмоции. Первое, это вырабатывается адреналин. То есть ты всегда на стрёме, что ты его можешь куда-то не туда залететь, потерять его, контролируешь ситуацию, как пилот, да? Анализируешь, чтобы ничего не зацепить. И в тот же момент тебе нужно снять еще и крутую картинку. Нужно управлять джойстиком, смотреть, как он летит, там, как камеры облетать, да? Искать моменты, смотреть, как солнце падает, чтобы круто получилось, чтобы контент был интересный и визуально доставляющий удовольствие. И ты об этом, о всем думаешь, и тебе нужно его еще не потерять, еще посадить. Мне кажется, это очень сильно прокачивает опыт съемки, мозги прокачивать в первую очередь. Очень красиво! Я в Германии, чувак! Спасибо! Ух, жара здесь вообще! Сколько градусов? Часы сели. Я забрал Дэвида и Мэдди. И мы везем ее в аэропорт. Она улетает в Л.А. Лос-Анджелес. Л.А. Л.А. Speak something. What should I speak, you know, we in Berlin, the weather is bad, I mean, it's kind of sunny. We bring Mэдди to the airport right now, and we're going to hang out, eat some food, have some meetings. Pedal to the floor, fuck the piggies in the rear view. The TV tower. Что ж? Тэри башня. Какой nome называется Германии? Фэнзэйтурм. Фэнзэйтурм? Фэнзэйтурм. Фэнзэйтурм. Это твой старый, выглядит как Кыргызстан выглядит как Руссия Маратон, один из самых больших в мире 내일? Субтитры BMW маратон BMW маратон Я не бегаю, я просто смотрю На ТВ? Да, на ТВ или на живых друзьями Многие люди бегают Многие, между 1 или 2 Я думаю, это тяжело Хлоп, да? Требе тренировать Я ждал тебя Спасибо за мою машину Пока! Пока! Будьте здоровы! Я считаю себя, ну не прям профессионалом в съемке дрона Но полупрофессионалом точно Ребята, огромный респект тем, кто снимает на дрон Огромный респект тем, кто понимает, как это трудно И может оценить в удовольствие эти кадры, да? Ну, если что, обращайтесь, пишите мне в директ Я расскажу, как летать на дроне Я только за помочь, показать, разъяснить Я за то, чтобы двигать эту культуру Я доехал до Франкфурта Я приехал сюда на международный автомобильный салон Спасибо, что досмотрели это видео до конца Значит, вам нравится то, что я делаю Поэтому подпишитесь Поставьте пальчики вверх Смотрите новые видео Ну, все как обычно